На прошлой неделе мы начали разбирать новые арсеналы легендарного оружия из дополнения Королева-Ведьма. В тот раз нельзя сказать, что было уж слишком много годного оружия, и могли появиться сомнения, что ничего стоящего нет, и всё новое опять хуже старого. Но оружие из рейда Клятва Послушника, о котором мы говорим сегодня, определённо может заинтересовать. Так что давайте безо всякой воды перейдём к перечислению оружия, перков на него и краткой оценке ценности каждого. Но сначала небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего видео, проверенного сервиса Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам, у кого нет постоянной команды, или просто тем, кто ценит своё время и нервы. Благодаря обновлённому функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд, или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появилось много, а цены стали ниже. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TRIPLEWIBE мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ещё бы! Переходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Теперь к видео. Избавление. Плазменная винтовка в первый слот. Да-да, сам в шоке. Легендарная плазма в первый слот. Как давний фанат плазменок, адепт бастиона и блока 1, я был очень рад возможности юзать легендарную фьюженку. Вместе с экзотами в третий или во второй слот. С той же Тарабой, например. Но насколько она хороша? Наверняка её жёстко забалансили, чтобы не дать игрокам уж слишком нагибать в гарниле. И правда, выбор перков весьма ограничен. В предпоследней колонке можно выделить для себя диверсант или вечное движение. А для пвп ещё разогрев может подойти и в последней колонке палец на спуске или успешный прогрев. Не могу сказать, что эта фьюза супер полезна, если смотреть на её статы. Но всё же, постарайтесь оставить в инвентаре хотя бы один её вариант с приличным набором перков. Всё же ключевой фишкой, тем что она в первый слот, винтовка заслуживает внимания. Подчинение. Второе оружие в кинетический слот с рейда Клятва Послушника, пистолет-пулемёт Подчинение. На самом деле, одно из самых интересных во всём комплекте. 900 выстрелов в минуту, скорострельность этой пепеги. Так что это достойная замена мультимаху, которую мы старались выбить в Железном Знамени в предыдущих сезонах. Но если там всё на рандоме и ненавистном ПВП, то тут достаточно выбить каких-то там 5 ППшек с красной рамкой и можно сковать идеальный ролл. Для ПВЕ крайне рекомендуется переполнение или жизнеобеспечение, безумие и рубака. Для ПВП зарешают вечное движение и безумие или убийственный вихрь. Первые перки на стволы и магазин ролим для улучшения дальности стрельбы и будет нам счастье. Крайне интересный пистолет-пулемёт, так что особенно рекомендую ходить в рейд за ним. Коварство. Переходим к оружию во второй слот. Импульсная винтовка Коварство, 450 архетипа и с электрическим уроном. Тоже довольно любопытная импульсная винтовка, несмотря на то, что сам тип этого оружия не пользуется особой популярностью. Тут прям раздолье в выборе перков. Разогрев, быстрый удар, диверсант или стрекоза, плюс один за всех, полоса удач и стрижающее оружие в последний слот. Я бы остановился на быстром ударе и полосе удач, в случае если бы решил поиграть с этой винтовкой в гарнила. Да и в ПВЕ использовал бы примерно такой же ролл. Разве что комбинация стрекозы и один за всех в ПВЕ может показаться занятной. Но на мой вкус старая связка из бонуса на перезарядку и бонуса к урону будет приятнее. Выбивать эту пульсу, а уж тем более ковать, я не скажу, что нужно прям срочно. Но если вы искали везде именно 450-ю, хорошую, импульсную винтовку с богатым выбором перков на любой случай, то да, это она. Вы нашли. Выдержка. Вторым оружием во второй слот из рейда будет однозарядный гранатомет на моей любимой волновой раме. Крайне удобный инструмент для зачистки мелких мопцов и поджога крупных. Тип урона у выдержки. Электрический. Пустотный волновой мы лутали в сезоне охота. Солнечный сейчас можно получить из сезонного набора оружия, о котором мы поговорим в следующем видео. А электрический сейчас перед нами. Перки, которые вам нужны. Амбициозный ассасин и цепная реакция. Мы же только для ПВЕ его рассматриваем, верно? Так что возможность скрестить этих два перка подарит нам невероятно приятный геймплей с возможностью зарядить две гранаты вместо одной, да еще и заставить врагов взрываться. Максимально комфортный в обращении гренник. Вот его выбить я вам настоятельно рекомендую. Погибель Лубры. Палка-ковырялка, рейдовая глефа. Я не делал полноценного видео про этот класс оружия, хотя хотел бы, хотя мог бы, если глефы были бы чем-то большим, чем интересной заманушкой для трейлера дополнения. Так что советовать выбивать ее я вам не могу, но все же, если вы по какой-то причине хотите поставить в своем хранилище с оружием глефу как урлка, с хорошими перками, то давайте будет связка маратер плюс в окружении. Жду в комментариях потрясающих историй о том, как я глефу из рук не выпускаю топовое оружие. Это не совсем так, ну никому не говори уж, что я вам. Катаклизм. Третий слот. Линейно-плазменная винтовка с солнечным уроном. Для тех, кто не наигрался с плазминками и линейно-плазминками в прошлом сезоне, сообщаю, что сейчас они интересны уже поштучно. К примеру, рида из Осириса пользуются огромной популярностью, а вот про рейдовую восторженных отзывов чуть меньше. Скорее всего, потому что тут нет автоподзарядки или, к примеру, линии огня. Но все же и бесполезно ее назвать не получится. Набор перков этого оружия довольно любопытен. Связка перков с четвертого раза получится и обойма сюрприз, или усиленные резервы вполне себе рабочая и применимая на фазах урона по боссам. Так что, если у вас принципиальная позиция не ходить в трайлсы в попытках выбить риду, то предлагаю сходить в рейд. Выбить пять раз эту линейку с красной рамкой и сковать ее с нужными перками. Так ведь точно проще, не так ли? Как видите, большинство оружия из рейда оказалось довольно занятным, а гренник и ппшка, к примеру, так и вовсе крайне крутые. Так что советую пройти вам рейд, потом еще раз, пока не получите нужный ролл. И не нафармите столько красного оружия, что сможете сделать себе из рейда пушки самостоятельно. Спасибо за просмотр, не забывайте, что это видео вышло только потому, что есть вот эти замечательные люди, подписавшиеся на мою страницу на бусте. Присоединяйся к ним и ты, там я разыгрываю эмблемки, показываю видосы без рекламы, приглашаю в кланы и отвечаю на вопросы. Ссылка будет в описании. До связи!